Евангелие от Матфея, 19 глава Ко Христу приступил человек и спрашивает Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную? Сейчас спрашивает, подходит бабочка, а что сделать, чтобы спастись? Некоторые обвиняют этого юношу в том, что будто он подошел к Иисусу с хитростью, лукавством и притом с намерением искусить его Но я скорее согласен назвать его сребролюбцем и невольником богатства Так как в этом же самом и Христос изобличил его Укорять же юношу в лукавстве отнюдь я не намерен Небезопасно быть судьей того, чего мы не знаем И особенно судьей обличителем Да и Марк отдалил такое подозрение, когда сказал о нем Подбежал некто, впал перед ним на колени и просил его И еще Иисус, взглянув на него, полюбил его Евангелие от Марка, 10 глава Отсюда видно, что велика власть богатства Хотя бы мы в остальных отношениях и были добродетельны Богатство истребляет все эти добродетели Вот почему и Павел справедливо назвал его корнем всех зол Корень всех зол есть сребролюбие Послание первое к Тимофею, 6 глава Богатство это есть не то, что имеет миллиарды, миллионы кто-то Можно и ничего этого не иметь, и быть к чему-то привязанным Так что самое главное, что нужно для спасения Это оставлять, поэтому и страх перед всеми Кто бы не узнал, что я верующий, верующий Где-то стыдливость А Господь говорит, кто постыдится меня пред родом всем Лукам прелюбоден, того и я постыжусь перед Отцом Моим Небесным А мы часто стыдимся этого Как бы не узнали, что я христианка Поэтому стараемся, чтобы в мире не выделяться среди мира Быть так же одетым и так же себя вести, как мир ведет себя А Господь через слово свое говорит совсем другое Что верующий в Него должен выделяться, вы есть свет миру В Библии говорится так, что даже вот едешь, когда смотрите в автобусе Молодые люди, и вот там смех, не смех просто, а гатание на весь автобус Что-то веселое у него такое А Библия говорит, глупый в смехе возвышает голос свой Нерадивый, значит, чистивый, открывает чероко уста свои А правдник говорит, едва тихо улыбнется Смешно, улыбнись тихо Но не на весь автобус и на улицу гоготать Это не христианское поведение Но почему Христос отвечает юноше такими словами? Никто не благ Стих 17 Юноша подошел к Нему как к простому обычному человеку И считал его просто учителем иудейским Иисус же и беседует с ним как человек И часто говорит Он приспособительно к мнению, обращавшись к Нему И так, когда Он сказал, никто не благ Что этим не хотел показать, что Он не благ Да не будет этого Ведь Он не сказал, почему ты называешь Меня благим Я не благ Но никто не благ То есть никто из людей Впрочем, Он этими словами не лишает благости и людей Но только отличает последнюю от благости Божией Почему и присвокупил только один Бог Не сказал только Отец Мой, чтобы мы знали, что Он не открылся юноше Но говорит, что заставил Иисуса Христа Но говорят, что заставила Иисуса Христа И какую Он имел цель так отвечать юноше Без сомнения ту, чтобы постепенно вести юношу к совершенству Отлучить его от лести Отдалить от пристрастия ко всему земному И приблизить к Богу Возбудить в Нем желание благ будущих И, наконец, научить его Познанию истинного Бога Источника и корня всех благ И Ему-то одному Воздавать честь Юноша показал немалое усердие Когда задал Иисусу Христу такой вопрос В самом деле Когда, как одни, приближались к Иисусу с намерением искусить Его А другие по причине своих собственных или чужих болезней Он подходит к Нему и беседует о жизни вечной Сегодня говорят Вот привези мощи такого-то святого Привези мой поезд Богородицы Стоят, прошли, считая, сколько прошло там Сотни тысяч Даже больше миллионов прошло людей Ну, а исследователи А с чем люди шли туда? Что просили? И большинство, в основном, просьбы были такие Что все просили земного Чтоб хорошо было, чтоб с работы не уволили Чтоб повысили там по должности где-то Там муж остался, чтоб муж вернулся Удачно выйти замуж, удачно жениться Ну и прочее Все такие земных благ люди-то просили А о том, чтобы, как этот юноша говорит А что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот в чем главное Это жизнь человека-то здесь на земле Не что-то достигнуть каких-то земных благ А как до сей жизни вечной? Тучно была земля и способна к плодородию Но множество терниев заглушило посеянное Смотри, как он доселе готов был к выполнению того, чтобы не повелел Христос Что мне делать, говорит юноша, чтобы понаследовать жизнь вечную? Вот готовность его исполнить по велению Учителя Итак, когда Христос сказал Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди Он немедля спрашивает Какие? И спрашивает не того, чтобы искушать Христа Нет, а думал, что кроме заповеди закона Есть еще другие, которые будут еще путеводителями в жизни вечной Так сильное было желание спастись Но когда Иисус пересказал ему заповедь закона Все это сохранил я от юности моей, говорит он И на этом не останавливается Но снова спрашивает Чего еще не достает мне? Кто так может сегодня сказать? Я все заповеди соблю Господи, что мне еще не достает сделать? А это был ветхозаветний юноша, это еще И это тоже было знаком сильного желания вечного спасения Что же Христос, намереваясь подписать заповедь трудную Он сначала предлагает награду заполнения и говорит Если хочешь быть совершенным Пойди, продай имение Твое и раздай нищим И будешь иметь сокровища на небесах И приходи и следуй за Мною Аминь То есть следовать за Христом Когда ты привязан очень к чему-то в мире Ты не сможешь Ебо двум господам, говорит, служить невозможно Ебо одного будешь ублажать, а другого не родить Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Спасибо!